всем привет с вами ирина в этом видео хочу вам показать все три гигантейки для сравнения вот это гигантейка первая большая и вот эта гигантейка это те растения которые нам пришли в нашем пятом заказе от швертера растения очень классная а листики такие впечатляющего размера да и само растение не маленькая посажено это растение в мох какие обычно приходят такие большущие гигантейки посаженные во мхи далее у нас гигантейка от люки если я правильно говорю я уже в переводчик набирала и слушала как правильно как как правильно читается как как звучит люки если я не ошибаюсь по моему так кто говорит читает лаки в принципе если с немецкого это люки вот и еще одна гигантейка она немножко меньшего размера также нам пришла от швертера растения все обработаны это радует вот и мне очень понравилось то что это растюшка посажена на ребят в кору корни у нас отличные растение адаптированное поэтому в квартирных наших условиях адаптироваться этому растению будет намного намного легче и от люки также растение у нас посажено тоже в кору единственное большущие экземпляры всегда приходят во мхе я вам показывала свою гигантейку вот и эту же для сравнения вам покажу она у меня также сидит во мхе я чего-то не то чтобы боюсь но что-то мне не очень хочется ее тревожить не очень хочется мне сейчас ее на осень доставать из мха я была уверена в том что я ее пересажу но так как мои орхидеишки все переехали в тепличку здесь и тепло и освещение в принципе она себя чувствует абсолютно нормально поэтому я думаю что у нас не должно быть никаких проблем поэтому пока что я ее оставляю во мхе пока что наблюдаю у меня есть несколько растений которые растут у меня во мхе вот так что я смотрю наблюдаю за этими растениями и потом через некоторое время смогу поделиться с вами уже своими своими наблюдениями да ну и рассказать вкратце возможно ли в домашних условиях или невозможно хотя по последним своим уже таким вот наблюдением вполне все возможно самое главное нужно наловчиться с поливом я не рекомендую замачивать растения которые посажены в мох мох не должен быть постоянно сильно мокрый вот вот это единственный такой нюанс который который может может возникнуть если мы будем неправильно поливать если мы будем постоянно держать очень мокрое растение конечно могут быть у нас потом проблемы с корнями а вообще если мы будем слегка увлажнять и корешки будут слегка всегда влажные для растения по крайней мере для гигантей это самое то так что ребят показала вам теперь уже четыре гигантейки на видео все очень классные растюхи очень очень классные каждая по-своему листики у нас замечательные очень очень классные растюшечки но все спасибо всем огромное за внимание подписываемся на канал ставим лайки и до новых встреч пока пока